Парнас в моей жизни, особенно последних годов жизни, играет большую роль. Если бы не Парнас, я просто не знал бы, что делать, чем заняться. У литературного объединения Парнас сегодня большой праздник. У нас состоится презентация книги Кима Григорьевича Таранца «Свеча в душе моей горит». Ким Григорьевич Таранец – старейший член нашего литературного объединения, наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, поэт, художник и музыкант. Я хочу обратить ваше внимание, что вот картины, все, которые здесь висят, здесь и здесь, принадлежат его кисти. На презентацию своей книги Ким Григорьевич, к сожалению, не пришел, подвело здоровье. Как ни бодрись, 92-й год. Виновник торжества прислал группу поддержки – дочь Веронику и внуков Александру и Никиту. Они могут ответить за него на любой вопрос. Так Вероника не согласилась с поэтом Владимиром Овечкиным, утверждающим в стихах, что Таранец не расписывался на Рейхстаге. То, что я помню с детства вот эти рассказы, о том, что он зашел до Берлина, расписался на Рейхстаге, он был у звонки Гитлера, сидел за каменным его столом. Новую главу сборника автор назвал «Вздыхает Русь». Два часа в библиотечном зале звучали трогательные лирические и философские стихи патриарха Парнаса. Одинцовские пруды. Не повезло нам. Нет реки. Без речки. Что за город? Порой иные мужики с досадою гуторят. Зато какие есть пруды. А пруд, хоть и не речка, но созерцание воды, как радует сердечко. Все хорошо. Одна беда. Беда для всей природы. Когда гниют на дне пруда житейские отходы. Если гнет усталость, если зной в лицо грянет запевала, Ой, да вспомним, братцы, и как знамя, песня в путь ведет бойцов. Конечно, украсили, обогатили презентацию, а также подняли настроение почитателям поэзии песни юности Кима Григорьевича в исполнении Катерины Нефедовой. Таранец сам профессиональный музыкант и считает Катю талантливой певицей. Эх, пусть дорожка правдовая, а не страшна нам бурюшка любая. А там не родила, родовата, а есть у нас еще работила. На презентации успешно дебютировал и сын Катерины Андрей Нестюк. Мила Тарасевич, Галина Поликарпова, телекомпания Одинцова.